Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусное варенье из череши. Рецепт простой и быстрый. Ничего засыпать, пересыпать и ждать не нужно. Всего за 20 минут получается изумительное лакомство. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Берем широкую кастрюлю с толстым дном и приступаем к обработке черешни. Хорошо промытые ягоды освобождаем от черенков и удаляем косточки. 5 способов как быстро удалить косточки из ягод подручными средствами смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. По итогу должно получиться 1 килограмм черешни в чистом виде. Добавляем к ним 200 граммов сахара. Перемешиваем. Отправляем на небольшой огонь и ждем пока закипит. Периодически черешни мешаем. Аккуратно снизу вверх. Сразу после закипания добавляем 3 чайной ложки лимонной кислоты. Размешиваем и варим варенье 5 минут. Затем добавляем вторую порцию сахара. Также 200 граммов как и в первый раз. Мешаем. Доводим снова до кипения. Варим 5 минут. И добавляем третью порцию сахара весом 200 граммов. Аккуратно перемешиваем. Зачищаем бока кастрюли от крупинок сахара. И продолжаем варить варенье очередные 5 минут с момента закипания. Затем засыпаем последнюю четвертую порцию сахара. Все тех же 200 граммов. Добавляем 10 граммов ванильного сахара. Размешиваем. И увариваем варенье еще 5 минут. На этом этапе по возможности снимаем пенку. Затем огонь выключаем. Зачищаем варенье от остатков пены. И даем ему полностью остыть. В данном случае прошла ночь. Варенье стабилизировалось и начало загускать. Самое время разлить его по сухим стерилизованным банкам. Как стерилизовать банки и крышки смотрите в подсказках или по ссылке в описании к видео. Подытожу процесс. На 1 килограмм чистого веса черешен без косточек берем 800 граммов сахара. И добавляем его равными частями в 4 приема после каждых 5 минут кипения. Также нам понадобится 3 чайной ложки лимонной кислоты и 10 граммов ванильного сахара. Из указанного количества продуктов получаются 2 пол-литровые баночки варенья. Закатываем их сухими простерилизованными металлическими крышками. Хранить такое варенье можно даже при комнатной температуре. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok